Коллеги, мы с вами встречаемся для того, чтобы осудить одну из очень актуальных сегодня задач совершенствования деятельности органов внутренних дел. 24 декабря прошлого года мной был подписан указ о совершенствовании деятельности Министерства внутренних дел. В рамках этого указа предусматривается целый ряд процедур, которые сегодня обсуждаются. Министр представил мне свои предложения, я дал поручение их изучить. Это не значит, что мы сегодня с вами примем все необходимые решения, но их нужно обсудить для того, чтобы выработать дальнейшую модель работы по модернизации деятельности Министерства. Естественно, все эти предложения основаны на моем указе и касаются статуса сотрудников Министерства внутренних дел, компетенции Министерства, разграничения с другими ведомствами, процессуальных полномочий Министерства внутренних дел, касаются системы материального стимулирования работников, касаются вопросов ответственности. организационных вопросов, то есть касаются практически всех аспектов деятельности Министерства. Это большая, серьезная задача. Мы не собираемся, сейчас, еще раз повторю, принимать окончательные решения, но я хотел бы, чтобы в рамках вот этого совещания, пока внутреннего совещания, был сделан доклад о том, какие предложения, предложенные министерством, министрам, которые были доложены мне, они могут быть использованы, какие предложения требуют дополнительной проработки. Вот поэтому я рассчитываю на принципиальное и серьезное обсуждение всех этих вопросов. Специально говорю об этом публично, потому что в деятельности Министерства приковано сейчас общественное внимание, раздается много самых разных призывов, подчас нелепых, но то, что в деятельности МВД требует довольно серьезной корректировки, сомнений ни у кого не вызывает. На чем, собственно, и основаны были предложения, сделанные министром и другими, кстати сказать, коллегами, которые также заинтересованно участвуют в обсуждении этого вопроса. Значит, поэтому давайте начнем работать, но прежде чем мы попросим удалиться средством массовой информации, я хотел бы также привлечь ваше внимание к одной теме, которая, на мой взгляд, является весьма актуальной, хотя и, казалось бы, носит частный характер. Это использование травматического оружия. За последнее время произошел целый ряд преступлений, связанных с применением травматического оружия. Это травматическое оружие в нашей стране продается, по сути, без всякого контроля. То есть переписываются паспортные данные, что в дальнейшем происходит с этим пистолетом, где он применяется, какими последствиями, никто не знает. Продаются кому угодно, лицам, которые имеют судимость, лицам, которые уже привлечены к уголовной ответственности, лицам, которые имеют психические отклонения, потому что даже то, что раньше было в 90-е годы применительно к газовому оружию, гораздо менее опасному, кстати, чем вот многие виды оружия, которые сейчас относятся к числу травматическому. И то уже в настоящий момент такого рода правила не применяются. Поэтому я поручаю министру разработать правила, касающиеся оборота травматического оружия, если необходимо внести изменения в законодательство об оружии, с тем, чтобы приобретение и последующее использование такого рода оружия было регламентировано. Потому как в нашей стране другие виды оружия подвержены специальному регулированию, а вот этот вид травмоопасного оружия, которое на самом деле зачастую причиняет увечья или смерть, у нас в нашем законодательстве урегулировано очень слабо. Надо навести в этом порядок. Предложение проработайте и доложите в 10-дневный срок. Есть.